В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Алексей Спаский провел оперативное совещание с представителями служб и организаций муниципалитета. Впереди короткая, оттого более насыщенная рабочая неделя. В Ленинском округе отметили День народного единства. У нас все будет дружно, мирно и хорошо. Легенда номер пять. На стадионе «Металлург» установили памятное панно заслуженному мастеру спорта СССР Сергею Чусовскому. Таких людей надо, конечно, чтобы о них знали и увековечить их память. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский провел оперативное совещание с представителями служб и организаций муниципалитета. На нем он заслушал отчеты о проделанной работе за прошедшую неделю. Максим Козлов расскажет подробности. Оперативное совещание с главой муниципалитета Алексеем Спаским позволяет объективно оценивать события, происходящие на территории округа и узнавать о новых назначениях и решениях руководства. С 1 ноября начальником управления по культуре, делам молодежи и спорту назначен Петросян Карен Георгиевич. Карен Георгиевич, присаживайтесь. Мы с вами разговаривали. Просьба в интенсивном порядке погрузиться и в формальную сторону, и в неформальную. Заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов отчитался о работе мобильных бригад узких специалистов, работающих в поселениях, и рассказал об участии врачей ВКБ в научной работе. Видном прошла третья ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Качество жизни при лечении онкологических больных». Ее организаторами выступила Видновская РКБ при поддержке международных фармацевтических компаний. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу МЧС России Сергей Дешкин поделился предварительной статистикой по ситуации с пожарами на территории муниципалитета. Всего 309 пожаров в этом году, 321 пожаров в прошлом году, гибель в этом году 5, в прошлом 7, пострадавших в этом году 7, в прошлом году 9. Директор МБУ Дорсервис Антон Колесников доложил, что до конца этой недели все дорожные работы в Ленинском округе будут закончены. Завершена работа на кругу, на школьной улице Увникопа, на центральной улице в деревне Белиутова и в Боброво, на участке Крымской. Сегодня в ночь планируем заасфальтировать дорогу до Зеленых Аллей, проезд Рычева, и послезавтра планируем выйти в деревню Калиновка. Начальник отдела образования администрации муниципалитета Наталья Киселева рассказала об успехах в учебе и спорте юных жителей Ленинского округа. Ученица 9 класса Видновской школы номер 1 Дробина Полина стала победителем международного конкурса научно-исследовательских работ «Старт в науке», который проходил в Сириусе. И на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по плаванию, который проходил в Рузе с 30 по 2 ноября, воспитанники центра «Дельфин» в общей сложности завоевали 21 медаль. В завершение совещания председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Фраченко поделился планами народных избранников на ближайшее время. Депутаты у нас также продолжают встречи с жителями, избирателями. И планируется Совет на последнюю декаду ноября. И 12 ноября у нас планируется к отправке очередной гуманитарной конвой. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнар Балаева. Видное ТВ. 4 ноября в России отмечается День народного единства, который объединяет людей разных национальностей, культур и конфессий. В Ленинском округе к празднику подготовили свыше 40 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Главной площадкой стал Центральный парк города Видное. Весело, душевно и вкусно отметили День народного единства в Ленинском округе. Несмотря на прохладную погоду, на праздник-ярмарку в Центральном парке пришли сотни видновчан и гостей города. Выставка предметов народных промыслов, мастер-классы, концерт, игры. Программа очень насыщенная. Порадовали гостей и столы, которые буквально ломились от угощений. Сегодня на столе русская кухня. То, что едим мы каждый день. Селедочка, сальцо, блинчики, оладушки, соляночка, огурчики, капуста квашеная, компотик, винегретик. Ленинский городской округ – общий дом для всех его жителей. Таджики, татары, армяне, пакистанцы, азербайджанцы, молдаване. Почти 20 национальностей познакомили гостей со своей кухней, обычаями, нарядами, культурой. Мухаммад Рахимов, представлявший на ярмарке «Таджикистан», живет в нашем муниципалитете уже больше 30 лет. Здорово, когда все объединяются, все в одной стране живем. И мы хотим, чтобы дальше жить такое единственное, такое объединение всех народов. И для нас это приятный праздник. Радость, дружба, добро, счастье, к многочисленным поздравлениям и теплым словам присоединились первые лица муниципалитета. Сегодня здесь собрались люди разные, разных национальностей, разных конфессий. Но они показывают нам свое разнообразие, свою какую-то изюминку. Кто-то в кулинарии, кто-то в каком-то искусстве. Но всех их объединяет одно, потому что они живут на территории Ленинского округа. Они трудятся и созидают во благо и малой родины, и нашей большой, великой страны. Это наша история, история уважения к нашим предкам, благодаря которым сегодня Россия – это великая держава. Ну и, конечно, для всех православных сегодняшний день – это великий праздник Казанской иконы Божьей Матери. И пусть Богородица хранит под своим покровом всю нашу землю. Несмотря на то, что День народного единства, праздник достаточно молодой, отмечается с 2005-го, с каждым годом он становится все более популярным и действительно объединяет всех нас. И сямисис Бэй Рэмбелин! С праздником вас, дорогие наши сограждане! Желаем вам здоровья, красоты, великой дружбы, которая познается только когда ты через всю жизнь проносишь счастье, радость с другим человеком, совместно проживая с ним в одном городе, в одной стране. Всю страну нашу огромную! С шикарным праздником! Дружите, любите друг друга, помогайте, будьте все счастливы! Всем хорошего настроения! Водушевляющий, бодрящий, ну и, конечно, дающий надежду на будущее, что у нас все будет дружно, мирно и хорошо. Всего в муниципалитете в праздничный день прошли более 40 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Подмосковье сотрудниками полиции был задержан водитель фуры, причастный к пропаже крупной партии шерстяных носков на 3,5 миллиона рублей. Представитель фирмы, занимающийся оптовой продажей одежды, написал заявление на водителя фуры, который при перевозке товара компании похитил более 30 тысяч пар мужских носков. Как раз у вас производилась такая выгрузка? Пять. Пять раз? То есть вы пять раз похитили товар, правильно я понимаю? Сейчас, пять раз. Пять раз. Судом злоумышленнику избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. На стадионе «Металлург» установили памятное панно заслуженному мастеру спорта СССР, одному из лучших галеодоров в истории мотобола Сергея Чусовских. На торжественном открытии мемориала побывала наша съемочная группа. 1998 год. Финал чемпионата Европы. В городе Видное. Игра Россия-Германия. Полная трибуна болельщиков. Именно этот исторический момент был взят за основу на памятном панно, посвященном заслуженному мастеру спорта СССР, лучшему бомбардиру мотобольной команды «Металлург» Сергею Чусовских. Таких людей надо, конечно, чтобы о них знали и увековечить их память, чтобы помнили. Потому что очень мало таких, к сожалению, людей, на которых можно равняться. Человек, который очень много сделал и для команды «Металлург», и для команды «Металлург», и для Ленинского района, и для города, и для округа. На торжественное открытие мемориала были приглашены почетные гости, коллеги, родственники и друзья мотоболиста. На таком примере, на примере ветеранов, которые в течение десятилетий и с середины прошлого века не выпускали победы из рук. Спасибо большое, уважаемые ветераны, за память. Спасибо за труд ваш и спортсменам, и тем, кто обслуживает этих железных коней. Неоднократный чемпион Европы, СССР и России, многочисленные титулы выдающегося мотоболиста служат наглядным подтверждением высокого профессионализма. Фотографии самых ярких моментов спортивной карьеры Сергея Часовских удалось разместить на панно, работа по оформлению которого заняла около недели. В ежедневном режиме здесь работал графитчик, после него пришел уже художник, непосредственно кисточкой докрашивал мелкие элементы. Муниципалитет при этом не затратил ни одного рубля. Это частная инициатива Карпова Андрея и людей, которые окружали Часовских. Соответственно, вот то, что мы и получили. Большинство фотографий из семейного архива, которые предоставила вдова мотоболиста Ольга. Ну, конечно, очень приятно, что его помнят. Уже прошло порядка три с половиной года. Мне, конечно, очень приятно, что помнят и игроки, и болельщики, и друзья, и подруги. Мне очень это все приятно. Свою любовь к мотоболу Сергей Часовских передавал подрастающему поколению, став после завершения карьеры тренером молодежных команд «Металлурга». Возможно, именно его воспитанники продолжат победную эстафету своего наставника. Ведь для достижения высоких целей есть все необходимое. На мероприятие было представлено четыре новых мотоцикла, подаренных спонсорами клуба. «Сертификат на четыре мотоцикла. Это было 25 ноября того года. Вот считайте, почти девять месяцев они шли из Франции до города Видное. Наконец-то они пришли». Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В историко-культурном центре открылась выставка, которая называется «Моя земля, моя Россия». Свои работы представил заслуженный художник Российской Федерации Михаил Решетнев. Работы мастера посмотрела наш корреспондент Юлия Стаферова. Михаил Решетнев родился в 1959 году в Брянской области. Он окончил Брянское художественное училище и Московский государственный институт имени Сурикова. После окончания столичного учебного заведения Михаил Сергеевич вернулся на родину, где и писал свои картины. Он постоянно принимает участие в экспозициях разного уровня. На выставке «Моя земля, моя Россия» представлено 97 работ на разные темы. Это вот именно Русь изначально, это наши храмы православные, это замечательные портреты, это великолепные леса, и вот эти вот парки, усадьбы. Это то, что мы хотим сохранить, сберечь. Персональные выставки состоялись в Москве, Брянске, Смоленске, Рязани, Гомеле, Юрмале, Варшаве. Творчество Михаила Решетнева отмечено дипломами Союза художников России, благодарностями и почетными грамотами Министерства культуры. Автор лично рассказал о картине «Тенистая дорожка». Мне просто, знаете, приглянулось вот эти вот солнечные зайчики какие-то, вроде бы темная такая шапка леса, да, вокруг дорожка, и зайчики, которые укладываются в такую вот перспективу. Мне показалось, что это будет интересно смотреться. Талантливый живописец заинтересовал видновчан не только блестящими пейзажами, но и историей старинных русских усадеб. Там есть картина, где сидят, ну, дворяне, я не знаю, где-то в саду с собакой, под зонтиком, ну, такое вот, мне очень понравилось. Выставка будет работать до 3 декабря, поэтому есть еще много времени для того, чтобы познакомиться с творчеством художника. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.